приветствую всех вы на канале все получается вкусно и с вами галина сегодня готовлю вкуснейший рулет из рульки такой рулет получается такой вкусный что забудете за магазинную колбасу и для этого рульку я хорошо почистила помыла разрезала с одной стороны и вырезаю теперь кость осторожно чтобы не повредить кожу затем местах где много мяса я срезаю мясо и кладу вот туда там где мало его чтобы мясо было везде равномерно затем накрываю пищевой пленкой и отбиваю мясо и теперь кладу специи это соль затем паприка черный перец и овощные приправы они у меня с солью поэтому соли я положила чуть меньше затем свежий чеснок пропущенный через пресс и слегка втираю мясо сверху насыпаю сыр потертый на крупной терке твердых сортов у меня российский распределяю сыр чтобы везде было равномерно и сворачиваю в рулет первоначально его положение как он был с косточкой пакет для запекания разрезала с одной стороны и заворачиваю плотно в рулет для уверенности заверну еще в один пакет или можно в пищевую пленку сворачиваю как конфетку и прокатываю вот так несколько раз видите как он уплотняется он становится меньше но плотнее и теперь осталось его перевязать шпагатом завязываю с одной стороны и обвязываю его как колбаску слегка затягивая рулет сформирован и теперь осталось его отварить в кастрюлю с толстыми стенками кладу рулет и заливаю двумя-тремя литрами воды сверху кладу какой-нибудь груз в виде тарелки накрываю крышкой и как только закипит уменьшаю огонь до минимума и варю три часа на самом маленьком огне под закрытой крышкой прошло три часа и рулет почти готов теперь нужно его положить под пресс рулет уложила в такую небольшую форму сверху кладу что нашла и какой-нибудь тяжелый пресс я взяла две гири ничего меньше не нашла чтобы уместилась в эту маленькую форму обернула салфаном и положила сверху и всю эту конструкцию отправляю в холодильник на сутки за сутки рулет хорошо спрессуется и будет держать прекрасно форму ну вот прошли сутки и теперь разворачиваю рулет и бумажным полотенцем вытираю выделившийся жир он нам не нужен и можно нарезать и пробовать посмотрите как режется как он хорошо спрессовался просто прелесть и посмотрите какой он в разрезе как красиво выглядит на праздничный стол не стыдно подать и вот видите я гну и с ним ничего не происходит он прекрасно держит форму а теперь я отрежу самый тоненький кусочек и покажу что даже тончайший кусочек прекрасно держит форму вот такая красота а какие ароматы стоят сумасшедший сейчас я попробую друзья мои какая же это вкуснятина не сравнится ни с какой-то и покупной колбасой ароматно вкусно чесночок специи сыр дает свою такую изюминку и главное натуральное мясо без всякой химии но и утречком на хлебушек с чайком это же так вкусно но если понравился мой рецепт не забудьте подписаться и нажать на колокольчик уведомления о новых вкусных рецептов поделитесь этим видео со своими друзьями в соц сетях всего вам доброго мир вашим дому здоровья всем вашим родным и вам до новых вкусных встреч пока пока